Иван Русских Похороны запомнились Даньке с замерзшими ногами, промозглым дождем и сырыми комьями глины, летящими в гроб. Из толпы селян сквозь рыдания матери доносились реплики. — Не мучился Захар. — Надо думать, КамАЗ же. — Марковны-то нету. Совестно поди. — В области она, к адвокату поехала. — Тише вы, не на рынке. Если бы десятилетний Данька знал, что натворил сын Марковны, дядя Толя, то он залез бы в папину грузовую машину и переехал обидчика, сразу после случая с мамой. И не важно, что ноги до педали не достают. Дядя Толя — Зин, напомни своему, что в субботу мы на рыбалку. Для Даньки у него всегда находились конфеты. Однажды Данька забежал домой попить. Кончался август. Смеркалось раньше. И он все время проводил на улице, прощаясь с летом. Взбежав по крыльцу, папа накануне перестелил его. И ни одна досочка не скрипнула. Данька замер. Из приоткрытой двери звучал голос мамы. — Пусти! — мама говорила так, словно запыхалась после долгого бега. Данька медлил, внезапно арабев. Послышалась возня, громкое сопение, глухой удар и тихий возглас дяди Толи. — Стурила! Что-то металлически звякнуло. Опомнившись, Данька пробежал холодный коридор и распахнул дверь в кухню. Навстречу выскочил раскрасневшийся дядя Толя. Отстранив Даньку, он слетел по крыльцу и выскочил со двора, хлопнув калиткой. Мама стояла, прислонившись к стене. Ненамного выше Даньки. Стройная и простоволосая. Она походила на девочку. Верхние пуговицы платья были оборваны. И прежде чем мама запахнулась, Данька различил светлые ореолы грудей. Неподалеку валялся нож. К лезвию прилипла картофельная кожура. Пахло жареным луком. — Что случилось? — Данька бросился к ней. — Все хорошо. — Куда убежал дядя Толя? — Он? У него молоко на плите. Мама истерично хохотнула. — Поставил и забыл, представляешь? — Данька представлял. Он сам затапливал печь. Сам жарил яичницу и манную кашу варил тоже сам. — Ты не бери от него гостинцев больше. Невежливо это. Данька набычился, намереваясь уточнить. Как-то, что еще вчера было можно, сегодня уже нельзя. Но, увидев слезы в маминых глазах, молча кивнул. После программы «Время» Данька читал у себя в комнате. Алфавит он выучил еще в пять лет и глотал книги в захлеб. Сначала сказки, потом исторические романы. Родители громко шептались о чем-то в кухне, пока мама домывала посуду. Сердитое ворчание папы мешало. Отдельные реплики проникали в Рязанский храм, осажденный монголами. Последний оплод русичей был предан огню. Буквы не оживали, воображение не рисовало картины сражения, не доносило запаха дыма и удары клинков. До Даньки долетало. — Я ему устрою! Мама забрянчала рукомойником, забормотала сбивчиво, но папа тут же пресек ее командирским. — Не бойся! Отложив томик, Данька прошел в кухню. Родители замолчали. Он налил заварку в чашку, поставил чайник, попросил маму последить. Мама улыбнулась в ответ. Больше родители не спорили. Позже, когда Даньке приспичило в уборную, он видел, как папа молотит боксерский мешок, висящий в сарае. В дверном проеме мелькали руки в перчатках. Папа двигался удивительно легко. Данька так не умел. Спустя несколько дней во время игры в футбол на песке, возле карьера, Данька с дружками увидал дядь Толю. Он шел с авоськой пивных бутылок. Левый глаз заплыл. Разбитые губы казались вдвое больше. На правой скуле ссадина. Увидев мальчиков, дядь Толю ускорил шаг. Вечером папа не вернулся со службы. Прождав допоздна, мама побежала в военный городок, на КПП. Она долго не возвращалась. Данька отложил книгу и лежал на постели. Включенный торшер бросал на ковер большую оранжевую монету, за пределами которой стелились тени. Данька обхватила руками колени, пытаясь представить, каково это идти в городок по темноте. Войнская часть, где служил папа, находилась на другой стороне леса. КПП от села отделял небольшой участок елок. Десять минут пешком по просеке. При свете дня там ходить не страшно. Но после заката... Данька вообразил, как мама бредет в сумраке меж деревьев, как она запинается о корни, как трещат под ногами сущие, как ветер шумит в кронах. Надо было пойти с ней. Данька соскочил на пол, подбежал к окну, но различил только свое отражение. Он вернулся и погасил торшер. Комната окунулась в ночь, словно ведро в колодезную воду. Вид из окна охладила решимость. Неясное чертание домов вызывали оторопь. Чудилось, что стыла мгла проникла внутрь и погубила жильцов. В некоторых окнах горел свет, задушенный шторами. Эти редкие островки только усиливали темноту. Леса было не разглядеть. Но яблони во дворе и рябина за калиткой пугали не меньше. Данька на цыпочках, словно опасаясь, как бы его не услышали, вернулся на кровать. Зажег свет. Попробовал читать. Но мысли крутились вокруг исчезновения папы. Кукушка выскочила из настенных часов, висящих на кухне, и возвестила, что прошел час. От резкого высокого звука в живот вонзилась горячая игла. В пятиэтажках военного городка были телефоны. В село, который год обещали провести связь. И Данька отчаянно жалел, что этого не случилось. Он свернулся калачком, обхватив подушку. Веки закрылись. Дыхание стало ровным. Землю устлали павшие. Русоволосые воины в кольчугах и островерхих шлемах валялись в перемешку со смуглыми раскосыми ордынцами. Несло дымом и кровью. В небе кружили вороны. Их карканье тонуло в гуле пламени. Лязги стали о сталь. В боевых выкриках. Лестница, приставленная к стене храма, пролетела вниз, сброшенная защитниками. Монголови сжали, цеплялись за перекладины. Падали подобно муравьям, которых стряхнули с травинки. Раненые лошади бились в судорогах и тонко ржали. Всадники подняли луки. Тренкнули тетивы. Стрелы с горящей паклей чертили в воздухе тонкие дымные следы. На храмовых постройках вспыхнули синеватые язычки. Вскоре за стен повалил жирный черный дым. Слышался женский плач. Настоятель воздел руки с иконой. Стрела пробила его горло, и он упал, захлебываясь кровью. Монголы горцевали вокруг пылающей твердыни. Лик спасителя на деревянной иконе, выпавший из рук настоятеля, хрустнул под копытом коня степняка. Иноверцы заулюлюкали. Дым накрыл атакующих, потянуло жареным мясом. Вопли несчастных за стенами стихли. Город пал. Мертвых ратников привязывали к лошадиным хвостам и таскали по городским улицам. Победители наваливались на визжащих девок, швыряли навозы добычу. Богатуры хана Батыя праздновали победу. Данька пробудился. Как из проруби вынырнул. Мокрый, взъерошенный, он облегченно выдохнул, глядя в потолок. Рассмотренные фильмы и прочитанные книги нередко продолжались в его снах. Но сейчас видение было удивительно реалистичным. Конус электрического света, проникавший в дверной проем, стал шире, затем его перечеркнула косая тень. На пороге кто-то стоял. «Мам!» Данька резко сел. Лампочка била в глаза, но он разглядел, что это не мама и не папа. Данька не успел испугаться, как силуэт вошел в комнату и оказался прапорщиком дяди Витей. Мужем папиной сестры тетя Любы. Они оба жили в военном городке. Лицо дяди Вити походило на лица одноклассников, застегнутых врасплох каверзным вопросам училки. Он сбивчиво рассказал, что папа в больнице, что мама и тетя Люба поехали к нему. Он постоянно добавлял, что все образуется и что Данька должен быть сильным. Прятал глаза, часто отлучался покурить. Закрытый гроб стоял на двух табуретах. Капли облепили крышку подобным ухом. Они истекались в лужицы, струились по стенкам, падали в грязь. От бортовой машины цвета летней листвы с темно-зелеными пятнами пахло бензином. Совсем как от папы, когда он приходил со службы. Папа водил такую же машину, а Данька мечтал стать врачом. Сейчас он глотал слезы, шмыгал носом и жалел, что его не оказалось рядом. Он бы спас папу. Помазал зеленкой, приложил подорожник, забинтовал, дал бы воды из железной кружки. Папа бы выжил. Слезы щипали глаза, размывали картинку. Два солдата опустили гроб в могилу при помощи пары широких длинных полотенец. Даньку за руку подвели, поставили на край. Он наклонился, зачерпнул липкой холодной массы, бросил вниз. Светло-коричневый ком шлепнулся и растекся по гробу с мачным плевком. Даньку едва не стошнило. Он забился в истерике и очнулся дома, под одеялом. После похорон, из шепотков в очереди за хлебом, из негромких бесед на поминках и на девяти днях, Данька сложил жуткую мозаику того, что случилось на самом деле. Тем злосчастным вечером мама поехала не в больницу, а на опознание. Папу сбил дядя Толя, сын Марковны. Нарочно. Камаз изуродовал тело так, что в морге не сумели даже как следует зашить. Вот почему гроб был закрыт. Дядю Толю увезли в область на милицейской буханке. Марковна ходила угрюмая, растрепанная, похожая на старую медведицу. Встречая Даньку на улице или в магазине, она шипела что-то про потаскуху и выкормыша. Второе. Мама стала захаживать в церковь. В доме появились иконы. Напротив портрета папы в черной рамке горела тонкая свечка. Каждое воскресенье с позаранку мама надевала платок и уходила. Возвращалась заплаканная, обнимала Даньку, говорила, что он теперь мужчина в семье. По средам и пятницам на столе были особые постные блюда. В среду Христа предали, а в пятницу распяли, объясняла мама. Папа погиб во вторник. И Данька не понимал, почему Бог сначала забрал его, а теперь еще и поесть не дает. Даньке чудилось, что у него появился отчим, незримый и суровый. Отчим часто лишал сладкого, не давал смотреть фильмы ужасов по кабельному каналу и даже некоторые мультики. Заставил снять плакат с Рэмбо, развесил повсюду деревянные картины с изображениями своей родни. Портрет самого отчима висел над кроватью Даньки. Бородатый черноволосый лик молча взирал на пасынка, как бы говоря, «Я слежу за тобой. Веди себя хорошо, мальчик». В сумерках его глазницы казались провалами в черепе, а борода удлиняла лицо, словно он раскрыл рот в немом крике. Данька пытался снять икону, но получил нагоняя от мамы. Временами ему чудилось, что Христа она любила больше, чем его и папу. Как-то раз в пятницу Данька гостил у приятеля. Мальчики пили чай со сникерсами, кусочек шоколадной глазури упал на светлую рубашку и растаял. Позже мама спросила, не ел ли он сладкого. Данька соврал и угодил под домашний арест. На другой день мама принесла брошюру в мягком переплете, с обложки взирал Христос. Он бы сошел за рок-музыканта, будь на нем кожаная куртка и джинсы вместо белого одеяния. — Читай, — велела мама. — Потом перескажешь. Данька глянул название и поморщился. Иисус друг детей. Мама заметила его мимику. — Пока не прочтешь, никаких гулок. Школа, магазин, дом. У Даньки задрожали губы от несправедливой обиды. Из-за какой-то шоколадки. Он развернулся и быстро пошел к себе. Швырнул книжку на постель, сел рядом. Отчим наблюдал за ним со стены. Данька показал ему дулю и раскрыл томик Василия Яна. Спустя пару дней он сдался. Брошюра была тонкой, а гулять хотелось. Что может быть хуже, чем после школы куковать дома в окружении праведных старцев и смурных дев? Открыв книгу наугад, Данька увидел картинку. Свиньи бросались в воду с обрыва. Он пробежался по абзацам и понял, что это бесы, изгнанные Христом из человека. На вопрос Христа. Как тебе имя? Бесноватый ответил, что имя ему – Легион. Нечисть попросила разрешить ей войти в свиное стадо и погубила его. Начитанный Данька, будучи сыном военного, знал, что Легион – это часть римского войска. История об одержимом была жутковатой, но интересной. За два вечера Данька осилил и пересказал маме евангельские притчи. Чувствовал он себя полным дураком. На этом его страдания не закончились. Мама объявила, что после Пасхи крестит его и что Даньке надо исповедаться. Данька стал пропадать на кладбище. Он приходил на могилу папы и подолгу беседовал с ним. Папа улыбался с фотографией. Смотрел с хитринкой. Мол, терпи, брат, мамке тяжело. Будто мне легко, бормотал Данька. Иногда к ним захаживал отец Варфоломей. Тучный и громогласный. Он был настоятелем храма Успения Пресвятой Богородицы. Приход находился недалече от жилища батюшки. На окраине. Напротив паперти стоял кооперативный ларек. Единственный на окрестные села. Если не считать продуктового магазина военного городка. Про этот ларек даже в районной газете писали. Торговую точку открыл племянник отца Варфоломия. Данька не единожды слышал, как папа говаривал, мол, родственничек молодежь спаивает, а попик ему грехи отпускает. Он часто называл батюшку попиком. Даньку это словечко веселило. Приходя, попик садился, по-хозяйски ставил локти на стол, закидывал ногу на ногу, говорил, что нужно крепиться, что Господь посылает испытания по силам, что нужно прощать. Мама кивала и промокала глаза платком. А у Даньки на языке вертелся вопрос, в курсе ли попик, что за магазином его родственничка старшаки распивают купленное пиво, а порой подкарауливают малолеток и отжимают мелочь. И этому толстяку он должен рассказывать свои тайны? Про то, как хотел написать любовную записку Наташке с первой парты? Про воробья, застреленного из рогатки прошлой весной? Про разбитое окно в школе? Про жестокого отчима, который сверлит его взглядом и мешает уснуть. Нетушки! После одного из таких визитов Даньке снова не спалось. Небо заволокла густая сизая хмарь. Пошел снег. Ближе к ночи разыгралась метель. Данька лежала на спине, положив руки под голову. Вечером забегала тетя Люба. Она нашла фирму, устанавливающую памятники. Недорого и качественно. С собой тетя Люба принесла баночку малинового варенья. Данька, истосковавшийся по-сладкому, слопал едва ли не половину кооперативного батона с маслом и липкой красной вкуснятиной. Благо, день был не постный. Тетя Люба знала, когда приходить. Выпитый чай активно просился наружу. Данька нехотя поднялся, нашарил штаны, не зажигая света, надел футболку и вышел. Дверь, ведущая в холодный коридор, была рядом с кухней. Оттуда слышали стихи, прерывистые вздохи. Данька решил, что форточка не закрыта, и это ветер. Прошел в темноте на цыпочках, встал на пороге. У стола плакала мама. На фоне прямоугольника окна, заляпанного снегом. Она выглядела хрупкой. «Мам!» — позвал Данька. Мама встрепенулась, улыбнулась растеряно, поспешно вытерла глаза. «Ты чего не спишь? Утром в школу. Опять не добужусь!» Данька смотрел на ее растрепанные волосы, на мокрые блестящие дорожки, бегущие по щекам, на сутулые плечи, на запавшие щеки. Данька видел, что никакая она больше не девочка. Он приблизился и обнял ее. Мама прижалась к сыну. Ее волосы пахли печным дымом. «Я покрещусь!» — прошептал Данька. «Все образуется!» Мама всхлипнула, и горячие влажные губы коснулись его щеки. Когда Данька вернулся со двора, кухня пустовала. Он прошел к себе, ощущая, как тепло от натопленной печи обволакивает взбодренное морозом тело. Почему-то захотелось не бросать одежду на ковер возле кровати, как он обычно делал, а повесить на стул, как делала мама. Данька включил торшер и вздрогнул. На губах отчима, смотревшего с иконы, играла улыбка. Данька моргнул, и улыбка исчезла, превратившись в тень от полки с книгами. Все образуется. Прошептал Данька и лег. Три. Апрель выдался теплым и снежным. Днем с крыши капало, воздух прогревался, по кухне металась невесть, откуда взявшаяся муха. К вечеру температура опускалась, и талая вода обращалась в сосульки. Пасху подало на конец месяца. Дядь Витя согласился стать крестным Даньки. Данька смирился. Тем паче, что алюминиевые распятия на цепочках и капроновых нитках не мешали старшеклассникам смолить американские сигареты в красивых пачках, кое в избытке продавались напротив храма. Сам Данька не курил, но его успокаивала возможность жить почти обычной жизнью. Он давно приноровился разговариваться в гостях у друзей, не оставляя улик. Настал день, когда отрывной календарь на стене показывал 26 число. Влизилось в оцерковление Даньки. Мама светилась от счастья. Она настояла, чтобы на вечернее пасхальное богослужение сын пошел с ней. До сельского прихода минут 20 ходьбы по главной улице. Потом свернуть, миновать дом отца Варфоломея, перейти дорогу возле ларька и вот она, церковь Успения Пресвятой Богородицы. Весь путь мама держала Даньку за руку, как маленького. Ладно, хоть поздно и пацаны не видят. Взойдя по ступенькам на парапет, мама поправила платок и велела Даньке снять шапку. Миновав притвор, они попали в среднюю часть храма. Прихожане в светлых одеждах держали зажженные свечи. Пахло профином. Даньке в глаза бросился разномастный иконостас. Из заголов людей, стоявших впереди, угадывались лики святых. Даньку буравили десятки глаз. Целая футбольная команда праведников возрилась на него. Икона Христа располагалась по соседству с Богородицей. Они выглядели, как директор школы и завуч. В нескольких шагах от иконостаса кланялась мелко крестясь Марковна. Почувствовав Данькин взгляд, она посмотрела через плечо. Его дернули за рукав. Данька обернулся. Мама протягивала свечу. «Возьми!» Она улыбнулась. Он принял свечку. Пламя дрожало и перемигивалось с огоньками других свечей. «Благословен Бог наш!» Раскатистый бас заставил Даньку подпрыгнуть. Лепесток на кончике свечи затрепетал и едва не погас. Отец Варфоломей начал полуночницу. Даньке вспомнился храм, осажденный монголами, про который он читал осенью. Пафосный и разовощокий настоятель совсем не походил на священника из книги. Они ушли перед крестным ходом. От духоты и пота людских тел Даньке стало плохо. Спустившись с паперти, он дышал полной грудью. Ночь была теплой и звездной. Уличные фонари освещали дорогу и сугробы на обочинах кое-где прореженные тропинками, бегущими к домам. Некоторые окна светились, селяне возвращались после ночного бдения или собирались к заутренне. Данька шел с непокрытой головой, ведя маму под руку, как взрослый. Мама улыбалась, под ногами хрустел снег, и Даньке было почти хорошо. зинуль. Позади слышались торопливые шаги и сбившееся дыхание. Данька узнал этот голос. Он потянул маму вперед, но она освободила руку и обернулась. К ним спешила Марковна. Пальто нараспашку волосы вызвали из-под шапки. Изо рта оклубился порог. Уф! Марковна провела рукавом по лбу. на силу догнала. Чего тебе? Негромко спросила мама. Марковна посерьезнела. Она опустила голову, изучая истоптанный снег, и так же тихо ответила. Прости меня. И ты, Данил, не права я была. Только мой подлец, бог ему судья. Данька не верил своим ушам. Пьяная она что ли? Мама не нашла. что ответить. Батюшка сказал, что ты Данечку покрестить решила. Оно и правильно. Я на медневу больницу ездила, а рак у меня. Она покосилась на Даньку, замешкалась и коснулась груди. Понимаешь, Зин? Данька посмотрел на маму. Он знал, что такое рак и чем это кончается тоже знал. Понимаю, кивнула мама. А пойдемте ко мне, оживилась Марковна. Я пирог испекла, праздник ведь. Поздно уже, покачала головой мама. И Данька устал. И что, что поздно? Марковна смотрела с мольбой. У меня заночуете, тяжело одной. Она промокнула глаза. Четвертая стадия. Мама подошла к Марковне и положила руки ей на плечи. Все будет хорошо. Господь милостив. Мы завтра зайдем. Она взяла Даньку за руку и повела прочь. Им вслед доносились сдавленные рыдания. Данька чувствовала себя неловко. Неприязнь улетучилась. Хотелось поскорее уйти, но мама рассудила иначе. Она слегка сжала ладонь сына, остановилась и спросила, не оборачиваясь. Пирог то вкусный? Очень. В голосе Марковны угадывалась надежда. Я с собой вам заверну. Данька коротко мотнул головой. Не надо. Мы ненадолго. Мама погладила его по волосам. Надо уметь прощать. И добавила не оборачиваясь. Пошли уже. Данька вздохнул и свернул с главной улицы. пересекая границу света и темноты. Четвертое. Всю дорогу шли молча. Данька насупился. Почему он должен идти в гости к женщине, чей сын задавил папу? Почему он должен прощать? В горляком стояла обида. Мама променяла его и папу на походы в церковь. К Марковне вела узенькая тропка, вычищенная лопатой. Трактор сгребал снег лишь с главной дороги. Две женщины и мальчик брели друг за дружкой. Забор вокруг дома Марковны едва виднелся из-за нанесенного снега. Только у калитки имелась узкая колея. Марковна завозилась, потянула калитку, та скрипнула и приоткрылась на пол ширины. Заходите. Марковна виновата улыбнулась. Данька подумал, что смертельно больная скоро не сможет работать лопатой. Под сердцем опять шевельнулись жалость и чувство стыда. У Марковны Данька бывал только один раз. Дядь Толя не имел детей, с которыми он мог бы водиться. Около года назад он приходил сюда за компанией с папой, когда тому понадобилась стремянка. Папа покурил с дядь Толей на крыльце, а Марковна позвала Даньку внутрь и угостила кружкой кисло-сладкого чайного гриба. После убийства он обходил ее жилище стороной. Данька вошел первым и едва не выскочил обратно. Из глубины просторного двора на него бросилось нечто серое, большое и шумное. Карабин пристегнутый к цепи царапнул натянутую вдоль забора проволоку, не позволив громадной псине помеси овчарки и двортерьера добежать до входа пару метров. Мама кинулась вперед, заслоняя сына. Фу, Рекс, место! Неожиданно громко рявкнула Марковна. Не бойтесь, ободрила она. Не достанет, он обычно гавкает на чужих, а тут меня почуял, вот и смолчал. Я его в сентябре завела, страшновато одной-то. Повисло молчание. Мама бочком прошла вперед, а Данька шмыгнул следом. Марком накряхтя от усилия затворила калитку. Данька отметил, что с внутренней стороны забор тоже прилично заснежен. Они с мамой прошли к невысокому крыльцу, опасливо косясь на кобеля, заходившего лаем. Ноздрище катал запах выпечки. На широких подоконниках в больших горшках росли комнатные цветы. Возле окон стоял стол и несколько табуретов. У противоположной стены пестрела кровать, застеленная ярким пледом. Над ней висела застекленная прямоугольная рамка с черно-белыми снимками. Оттуда на Даньку взирала молодая женщина в светлой косынке, мужчина в гимнастерке с орденом на груди и дядь Толя в кепке возле машины. При виде камаза Даньку передернула. Ему мерещилась папина кровь на колесах. Марковна усадила гостей за стол, прошла из террасы в дом и вынесла румяный еще теплый пирог. Поставила на плиту чайник. Данька чувствовала себя так, словно очутился в гостях у классной. Сейчас чай разольется по чашкам и Алина Павловна скажет, что по осени Данька разбил стекло. Он-то дурачок думал, никто не видел. Тревожные мысли прервал говор хозяйки дома. Данька встрепенулся. «Да носом клюет!» Марковна ловко отхватила ножом горбушку от пирога, положила на блюдце со сколами по краю, придвинула к Даньке. «Кушай, ложись!» Данька глянул на маму. Его взгляд выражал немой протест. «Мы ненадолго!» Мама посмотрела на Марковну. «Тонь!» Марковна повернулась и всадила нож ей в грудь, не дав завершить фразу. Точно в замедленной съемке Данька видел, как с широкого лезвия упала прилипшая крошка. Слышал сырой звук, с которым острие пробило кофточку и вошло в тело. Мама распахнула рот, кашлянула кровавым сгустком, обляпав подбородок и вместе с табуретом грянулась на дощатый пол. Марковна облокотилась на стол. «Ешь!» Она тяжело и часто дышала. Данька машинально глянул на блюдце. На нем покоился кусок пирога. Между слоями теста истекали соком розовые волокна мяса. Теплая волна поднялась по пищеводу. Рот наполнился желчью и Даньку вырвало. «Сатаненыш!» Звонкой о плеухах лиснуло по щеке. Данька упал, задонувшись локтем. На глаза навернулись слезы, во рту стало кисло. Мама дергалась на полу, из груди торчал нож, запахло сортиром. «Обосралась!» хмыкнула Марковна. «Смерть лишь писк» Марковна наклонилась, ухватила деревянную рукоять, потянула с усилием. Вокруг мамы растеклось темное, почти черное пятно. Пальцы ее рук подрагивали. Марковна глянула на Даньку. «И ты будешь смердеть, когда я тебе пузо вспаю!» Она говорила спокойно, будто ничего не случилось. «Слышишь? Эй!» Она бросила нож, взяла пирог с блюдца, подошла и встряхнула Даньку так, что клацнули зубы. «Не вздумай отрубиться, щенок!» Большой и указательный пальцы стиснули его щеки, рот приоткрылся. «Жри!» Теплый влажный ломоть уперся в небо. «Причащайся!» Марковна протолкнула глубже. Данька закашлялся. Легкие скукожились до размера в спичечной головке. Марковна шлепнула его промеж лопаток. Кусок выскочил и он глубоко задышал. Находясь между кошмарным сном и явью, Данька ощутил, как его волокут приподымают, шуряют на что-то мягкое. Даньке чудилось, что он проваливается в трясину. Трясина металлически скрипела и пружинила, удерживая его на поверхности. Холодное крыло бьет по лицу. На нем сидит ворон. Глазки бусинки, похожие на крупную чернику, вперились в Даньку. Птица верещит. Очнись, очнись, гаденыш! Крыло снова и снова лупцует по щекам, носу и лбу. Данька разлепляет веки. Марковна опускает руку, занесенную для удара. С полотенца капает вода. Воняет рвотой, дерьмом и кровью. Не очухавшись до конца, Данька отползает к стене. Постель весело поскрипывает под ним. Марковна роняет полотенце. Ее лицо теряется в тенях, парящих под потолком. Оно видится Даньке овалом, начертанным углем. Происходящее не укладывается в мозгу, кажется дурным фильмом. Данька косится на дверь. Даже не думай. Марковна перехватывает его взгляд. Сыму портки отрежу яйца и заставлю сожрать. У Даньки во рту изникает вкус печеного мяса. Желудок сокращается в тошнотворном позыве. Только попробуй. Марковна говорит почти ласково. И перепуганный Данька глотает противную желчь. Марковна глядит поверх его головы. Данька невольно поднимает глаза, ожидая новой угрозы, но там лишь фотографии в рамке. Туберкулезу, Толика. В голосе Марковны слезы. А мне врач поставил четверку. Марковна упирается ладонями в колени и нависает над Данькой, как неясыть над кроликом. Ей хочется выговориться. Знаешь, что такое четвертая стадия? Данька отрицательно мотает головой и Марковна срывается на виск. Ты не будешь жить, слышишь, мразеныш. Это... Короткий кивок в сторону мамы, распростертый возле окна. вся такая набожная стала, святая прямо. А Толик мой значит говно, да? А то, что она жопа перед ним крутила не в счет, а он просто нормальный мужик, нормальный мужик, слышишь ты? Марковна затряслась в рыданиях. Она выла, размазывая слезы и сопли по мясистым щекам. Ее лицо матово блестело. За что? скулила она. Толенька. Данька зажмурился крепко-крепко. Ему хотелось оказаться в ванне времени, которую изобрел забавный утенок Винт из диснеевского воскресного мультика. Сесть в эту ванну и переместиться в прошлый год. Если мультяшная ванна так не умеет, то пусть вернет его хотя бы во вчера. И пусть не будет Пасхи, пусть не будет похода в церковь, всего, что потом случилось. Пусть не будет! Слово успения до сегодняшней ночи казалось Даньке смешным. Заву часто повторяла Ваша успеваемость, дети, очень важна для вашего будущего. Сегодня ему открылся истинный смысл этого жуткого словечка. Успение это не закончить четверть без троек. Вовсе нет. Успение это успеть. Успеть вырваться, сбежать до того, как тебе всадят нож в горло. Танька еще может спастись. Он должен ради мамы. вскочил и бросился к окну. Прочь, прочь отсюда подальше, подальше от взбесившейся ведьмы. Адреналин придал сил. Марковна схватила его за ворот. Данька вырвался, подбежал к подоконнику, обеими руками взялся за цветочный горшок, повернулся боком, швырнул. Марковна вскинула предплечье, но снаряд пролетел мимо, обдав ее комочками земли. Данька уперся ладошками в подоконник, оттолкнулся, намереваясь выбить оконное стекло, но ступни разъехались по маминой крови, и он растянулся во весь рост рядом с трупом. Ее лицо оказалось напротив его лица, ее глаза оказались напротив его глаз. На мамином зрачке светлела хлебная крошка, но мама не моргала. Подбородок покрывала красная корка, нижняя губа отвисла, между зубов виден кончик языка. Данька ощутил, что в штанах потеплело, и засмеялся, выплескивая ужас, распиравший детское сознание. его за ноги потащили в сторону. Кто-то говорил с ним. Голос дребезжал, словно консервная банка, гонимая ветром по асфальту. Ладони с желтой кожей потянулись к его лицу. Он открыл рот и сомкнул зубы. хрустнуло, как будто упала коробка с елочными украшениями. Рука задергалась, голова замоталась, нижняя челюсть едва не вывихнулась. Он крепче сжимал зубы, горячая соленая влага попала в горло, заставила разжать хватку, закашляться. Он встал на четвереньки, оттолкнулся ногами, боднул головой, угодивши по мягкому животу. Раздалось сиплое кх! Он бросился вон, распахнул двери, кубарем скатился с крыльца, вскарабкался по сугробу, перемахнул забор и бежал, бежал, бежал! Он не слышал, как по ту сторону забора бряцнула цепь, не видел, как лохматая тень сиганула следом. Что-то настигло его, ударило в плечо, тусклая белизна снега и чернильная мгла ночи несколько раз поменялись местами. Нечто тяжелое треснула разрываемая ткань, кисть руки словно в печь сунули, и он стал хищным монгольским криком, застывающим на морозе. Пятое. Эй, дебил! Коренастый светловолосый паренек покосился на девчонок, стоявших рядом, свесился с перил крыльца магазина, прицелился и метнул надкушенное яблоко. Нескладный подросток, смотревший на церковь, расположенную через дорогу, отшатнулся. Старенькая футболка задралась, обнажая выпирающие ребра. Правая кисть подростка выглядела странно. Повязка на лице сползла, обнажив жуткое бельмо на месте глаза. Шрам на щеке, приподнявавшей губы, побелел. Плод пролетел, едва не угодив мальчишке в плечо. Он сутулился и потрусил в сторону леса. Зачем? Одна из девочек поморщилась. Влюбилась? Ха-ха-ха! Хохотнул паренек и уселся на перила. У него тетку с инсультом увезли. Козел! Дверь магазина открылась. На крыльцо вышел худой носатый мужчина в тельняшке и кепке. Подростки притихли. Че уставился? Щегол! Мужчина перехватил взгляд паренька. Зубы жмут? Он сорвал пленку с пачки камел, щелкнул по ней татуированным пальцем, ловко поймал губами сигарету. Паренек отвел взор, спрыгнул с перил. Мужчина сошел с крыльца, глянул на просеку, сунул руки в карманы и, насвистывая бравурный мотивчик, двинулся в село. У мальчика, шагавшего по просеке к военному городку, было много имен. Дядь Витя и тетя Люба, у которых он жил, звали его Данилой. Продавщицы и бабушки величали блаженным, красивые девушки обзывали дурачком, а злые смешливые парни дзебилом. Данила был умным. Он разучился говорить, но мог сходить за продуктами. Тетя Люба совала ему в карман записку, сложенную вчетверо и бумажную денежку. Данила протягивал все это продавщице. Она пробегала глазами крупный аккуратный почерк и собирала продукты. Потом отсчитывала железную денежку. Один раз Данилу пытались ограбить злые парни. Без двух пальцев на правой руке не отбиться. Да и не умел он умел только жалобно скулить на одной ноте. Николаич, на чьих руках онемевший Данила пришел в себя два года назад возле застреленной собаки, шуганул сопляков. Данила бывал у Николаича в гостях и даже трогал настоящее двуствольное ружье. Без патронов, конечно. Данила не ел мяса. Совсем. Боялся псов и часто писался по ночам. Ему снились самоглолицые воины на коренастых лошадях и свиньи летящие в огонь. Данила просыпался, заходился в бессвязном крике, а тетлюба прибегала из спальни и гладила его по голове. Дважды в году, когда снег выпадал и когда таял, Данила увозили из дома. Ему не нравилось то место, где его оставляли. Он хоть и был умным, но никак не мог запомнить название. Там ему светили в глаза узким фонариком, не больно стучали резиновым молоточком по коленям и локтям, ставили уколы. По возвращении домой Данилу всегда ждал торт. Торт был сладкий и вкусный, а белые круглые витаминки, которыми его пичкали, были горькими. Они не нравились Даниле. Большую часть времени Данила проводил на улице, в любую погоду. Он часами бродил по военному городку и по селу. Придевшая воинская часть была на грани расформирования, и срочники, скучавшие на КПП, не трогали пасынка прапора. Данила часто стоял у кромки леса, глядя на церковь и магазин. Ждал, когда Боженька вернется. Боженьку давным-давно прогнали злые монголы. Он хочет обратно к людям, но его не пускают. Там, в церкви, обосновался кто-то другой. Тот, кому служит попик. Данила не понимал значения этого слова, но, встречая жирного дядьку в смешной женской одежде, всегда кривлялся и попросячьи визжал. Магазин за эти годы вырос. Теперь он был двухэтажный и назывался по-другому. Прочесть новое имя магазина Данила не умел, а старое не помнил. Прошлое изредка навещало его в кошмарах, и тогда жуткие смуглолицы и всадники казались не страшнее мультиков. Данила пробуждался от собственного крика, и тетя Люба вела его в ванну, а потом стелила новые простыни. Несколько дней назад тетя Люба выронила спицы с недовязанным шарфом и обмякла в кресле. Дядь Витя засуетился, заохал, побежал к соседям звонить. Потом пришли люди в белом и унесли тетя Люба на носилках. Дядь Витя уехал с ними. С Данилой осталась соседка, сухонькая старушка в больших очках. Она забыла дать Даниле витаминки на ночь, и дядь Витя забыл, когда вернулся. Теперь он часто садился в машину и уезжал, а возвращался под вечер. Сегодня Данила понял, как помочь Боженьке. Данила умный. Данила знает, где запасной ключ от гаража. Завтра, после отъезда дядь Витя, он вернет Боженьку. Свиньи вновь полетят с обрыва. Ягод было немного. Малинник рос посреди поляны, недалеко от просеки, связывающей село и КПП. Данила решил полакомиться, прежде чем пойти к церкви и совершить задуманное. Он шевелил ветви левой рукой, правой прижимая к груди драгоценный пакет. Канистра была тяжелой, бензин лился мимо, но половину пластиковой бутылки набрать удалось. Небо заволокли тучи, солнце просвечивало сквозь их покров белесым кругом. Было безветренно и душно, футболка липла к телу. За спиной раздался окрик. Данила обернулся. У края поляны меж двух старых елок стоял человек с большим носом, кепка надвинута на лоб, руки в карманах, кривая ухмылка. Здоров, брундучок! Незнакомец приблизился, протягивая руку. Не признал? Данила посмотрел ему в глаза и попятился. Мужик спора подскочил. Не кипиши, малахольный! Кулак незнакомца воткнулся в солнечное сплетение. Данила выронил пакет, ноги подогнулись. Воздуха не хватало, глаза слезились. Не покидало ощущение, что нечто подобное с ним уже случалось. Я неделю тебя пасу, сразу как прикатил. Чужак опустился на корточки. Маманька ты моя, царство небесное, не завершило начатое. Не свой ты век живешь, бурундучок, не свой. Данила слушал и не понимал. Капелька пота стекла по затылку за пазуху, что-то царапнуло щеку. Глаза смотри, сучка! Только сейчас Данила заметил лезвие ножа, пляшущее перед носом. В голове снова зацокали копыта, яростно завизжали монголы. Данила очутился там, у стены последнего плота сопротивления дикой орде. «Всю жизнь поломала мне семейка твоя!» Голос мужчины дрогнул. «Я ведь тес завалить хотел, как узнал, что мать померла! Нарочно вернулся!» Через красную перену, застилавшую взор, Данила увидел лик, длинноволосый и бородатый. Смиренный! Данила улыбнулся краешком губ впервые за много лет. Брошенная финка отлетела в сторону, мужчина отвел глаза и сплюнул. «А в тебе убивать-то нечего! Пиздуй отсюда!» Данила пополз на четвереньках, отдышался, потом вскочил и кинулся на утек. Мужчина подобрал пакет, вынул бутылку, отвинтил крышку, ноздри втянули в воздух. «Ого!» Он посмотрел беглецу вслед. «Ты че замыслил, придурок?» На куст малины полился бензин, чиркнула спичка, в лицо полыхнуло жаром, языки пламени развились на веточках, обугливали ягоды, скручивали листву. Мужчине подумалось, что это горит прошлое, он задрал голову и криво ухмыльнулся. И кажется, дождь начинается. Над поляной висела огромная туча, сизая, как свиное брюхо. Мужчина стоял и смотрел на небо, слушая треск огня. На его лицо упали первые крупные капли. Мокрое лезвие финки, лежавшей в траве отражало костер. Небеса глухо ворчали, приближалась гроза. Конец рассказа. Продолжение следует... Продолжение следует...